В центре современного мегаполиса кусочек истории. В веке 21-м, 16-й. В день города в Омске развернулась война. На территории парка культуры и отдыха Советский брутальные бородатые мужчины, кроткие русские красавицы, девушки, воины и совсем еще юные пушкари. Все эти персонажи устроили развлекательный исторический экскурс для горожан. Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Служивые люди Сибири». По сценарию из русского селения разбойники похищают девушек. И здесь добро делает все, чтобы победить зло. Разбойный люд захватывает бояриню. Бояриня тоже из наших языков бастуза. Уводит в плен. Обычно банальная ситуация 16 века. Наше дело, я как муж бояриня являюсь князем, то я должен ее, естественно, делать честь и освободить. У меня есть свои люди воинские, которые это дело делают. Не мое дело, а, допустим, вступать в бой. У меня есть моя охрана. Мое дело просто смотреть. В ход идут ружья, пушки, нагайки, сабли. Все это когда-то было в далеком 16 веке. Времена прошлые, а вот суть одна. Всегда русские воины выходили победителями. В реконструкции военных действий принимают участие не только омичи, но и представители Томского, Екатеринбургского, Петропавловского и Экибастузского клубов, которые, в свою очередь, поведали, каким образом создается самое важное – костюм, и насколько в нем удобно сегодняшней молодежи. Если честно, очень удобно и комфортно. Сразу чувствуется, что ты русский. Конечно, мы изучаем это, смотрим, много, конечно, из интернета почерпываем, потому что, если мы из Казахстана, у нас, конечно, нет наглядного такого, что из чего, естественно, берем это. Еще мы общаемся с реконструкторами другими, они, конечно, нам советуют, рассказывают, подсказывают. Вот этот костюм – это костюм горожанки 16 век. Реконструкцию истории омская кованая рать проводила в 2012 и 2013 годах, но действия были не такими масштабными. У них была другая направленность. Был больше упор на культуру, а так, чтобы все было посвящено войне, первый раз. Четыре с половиной года потратили на подготовку. Большая системная работа в течение пяти лет, сотрудничество с муниципалитетом, сотрудничество с администрацией губернатора. Понемножечку собирали, делали. Ну, все, что сделано, сделано нашими руками. Конечно, никогда бы мы не нашли денег, чтобы это все купить. То есть, участвуем в субсидиях, получаем деньги на расходные материалы, на оборудование. И потом долгими зимними вечерами шьем, куем, тешим и все остальное делаем. Интерес к делу есть как у организаторов, так и у ребят, которые стремятся восстановить события тех лет и изучить таким образом историю, а после рассказать ее всем. Ведь у человека, который не знает своей истории, своего прошлого, нет и будущего.